Возможно, вы думаете, что кости человека — это так банально. Если, конечно, не наткнуться на них в шкафу. Обычно они скрываются под многочисленными слоями клеток и тканей. Они прочные, твердые и невзрачные. Или нет? Ваши кости не только защищают внутренние органы и помогают вам двигаться, они также запасают жир и минералы. Кости вырабатывают клетки крови, да и вообще большая часть костных тканей совсем не прочная. Хотите заглянуть внутрь костей и увидеть все собственными глазами? Для начала вам предстоит пройти через несколько слоев других тканей. В первую очередь вам придется пробраться сквозь кожу, наш самый большой орган. Будьте осторожны. Вас ожидает лабиринт волосяных фолликулов, потовых желез, нервных окончаний и кровеносных сосудов, в которых так легко заблудиться. Прямо под кожей расположен жировой слой. Его основная задача — сохранять тепло тела. Этот слой состоит из крошечных пакетиков с капелькой жира внутри, и вам предстоит попотеть, пробираясь сквозь эти пузырьки. Вы прошли через полосу препятствий и оказались внутри мышц. Их клетки — это длинные волокна, всегда готовые действовать и помочь вам доставить тело куда захотите. Миновать этот слой тканей непросто, так как клетки мышц формируют связки. Они и делают мышцы такими прочными. Представьте, что вы пытаетесь растянуть несколько эластичных лент. Сложно? Ткани ваших мышц такие же прочные. Наконец, вы достигаете пункта назначения. Перед вами тонкая, но крепкая мембрана. Это ткань, окружающая кость. Данный слой в основном состоит из белков соединительной ткани. Вы также видите здесь многочисленные кровеносные сосуды. Перпендикулярное ответвление уходит от них вглубь кости, питая ее клетки. Вы замечаете, что ответвление находится в крохотных каналах. Внутренняя часть поверхностного слоя состоит из стволовых клеток. Они наиболее активны в детстве, а с возрастом теряют былую энергию. Но если кость повреждена, клетки моментально вступают в игру и начинают ее восстанавливать. К счастью, все наши кости целы. Однако в случае перелома кровоточащие сосуды вокруг него формируют плотную шишку. А примерно через два дня здесь будет бесчисленное множество клеток, вырабатывающих костную ткань. Клетки начнут трансформироваться, формируя новую ткань на концах поврежденной кости. Но настало время двигаться дальше, к самой твердой части наших костей, их наружному слою, гладкому, твердому и плотному. Его также называют компактной костной тканью. Именно благодаря ей рентгеновские лучи, способные пройти практически через все, даже через мягкие ткани тела, с трудом проходя через кости. Этот слой составляет 80% общей массы костей. Пробраться внутрь компактного вещества невероятно сложно, так как ткань состоит из множества микроскопических колонн. Внутри этих цилиндров целая армия клеток, формирующих кость, а в середине находится центральный канал, соединяющий нервные волокна и кровеносные сосуды кости. Цилиндры выстраиваются вдоль кости и предотвращают ее деформацию и повреждения. Как только вы пройдете сквозь этот сверхпрочный слой, перед вами предстанет совсем другая картина. Это губчатая костная ткань. Она оправдывает свое название, так как напоминает губку, или соты с многочисленными ячейками. Эта костная ткань гораздо мягче компактного вещества, при этом она более гибкая и легкая. Как видите, губчатая ткань расположена только по краям этой кости. Дело в том, что мы оказались внутри трубчатой кости, структура которой отличается от остальных. В ее центральной части расположено нечто, напоминающее тоннель. Он состоит из компактной костной ткани, и внутри него есть полость с особой субстанцией. Это желтый костный мозг, богатый жиром. Но давайте вернемся к губчатой костной ткани. Большая ее часть находится по краям трубчатых костей, внутри позвонков и рядом с суставами. Внутри губковидной ткани есть полости, они заполнены красным костным мозгом, вырабатывающим кровяные клетки. Путешествуя по человеческому скелету, вы встретите пять типов костей. Трубчатые. Они достаточно длинные, но при этом не такие широкие. Это бедренная и плечевая кости, а также кости пальцев, ног и рук. Плоские кости тонкие и слегка изогнутые. Они напоминают слоеный торт. Губчатая костная ткань лежит между двумя параллельными слоями компактного вещества. Рёбра и почти все кости вашего черепа являются плоскими. Губчатые кости. Эти, похожие на кубики кости, состоят из тонкого слоя компактного вещества, внутри которого находится губчатая ткань. Это кости запястьей и лодыжек. Все самовидные кости окружены сухожилиями. Их основная задача – отделять сухожилия от суставов. Таких костей много в стапах, кистях и коленях, включая коленную чашечку. Они получили своё имя в честь латинского названия кунжута. Смешанные кости. У них сложная форма, поэтому их не включают в другие категории. Это большинство костей лица и некоторые кости в составе черепа. Скелет взрослого человека состоит из 206 костей. У каждой из них своя функция. У новорождённых примерно в два раза больше костей. По мере роста мелкие косточки срастаются и с возрастом превращаются в крупные. При повреждении одной из костей, окружающие её также теряют способность нормально функционировать. Обычно кость полностью срастается примерно за 12 недель. Самая маленькая кость в вашем теле в десятки раз меньше монетки. Она называется стремя и расположена в среднем ухе. Эта малютка весит как пара зёрнышек кунжута. Раз в 10 лет вы получаете совершенно новый скелет. Так как 10% минерала в составе костей обновляются раз в год. Средний человек совершает от 1 до 3 миллионов шагов в год. Кости должны быть прочными, иначе они не справятся с давлением. Самая длинная и прочная кость находится в ноге. Это бедренная кость, которая тянется от таза до колена. Хотя зубы являются частью скелета, они не считаются костями. Больше половины всех ваших костей находятся в ногах и руках. Единственная кость в организме, которая не соединена с другими, подъязычная. Эта V-образная кость находится в основании языка и удерживает его на месте. 1% людей рождается с 13-м ребром. Ваши кости не белые. Снаружи они скорее желтоватые или розоватые, а внутри ярко-красные. Всё дело в кровеносных сосудах внутри костей и вокруг них. Если вы повредите кость, ай, она восстановится сама, создав новые клетки. Гипс лишь поможет ей срастись правильно. Люди узнали, как лечить переломы очень давно. Древние египтяне еще за 1600 лет до н.э. вправляли поврежденные кости и фиксировали их тканью. Вы не контролируете кости, а лишь заставляете прикрепленные к ним мускулы двигаться в нужном направлении. В 30 лет ваши кости становятся наиболее прочными. Лишь 10% животных в мире, включая людей, относятся к позвоночным, то есть обладают скелетом. Специальная ткань, хрящ, покрывает кость, предотвращая ее соприкосновение с соседними костями. Эмаль, покрывающая ваши зубы, прочнее костей. Она защищает нежную ткань и нервное окончание внутри. Крупнейший сустав в вашем организме – это колено. Крупный размер позволяет ему связывать три большие кости – бедренную в верхней части ноги, коленную чашечку и берцовую кость. Некоторые из наших суставов едва способны двигаться или совершенно обездвижены. Такие суставы расположены между зубов, внутри черепа и между первой парой ребер. Кости запасают минеральные вещества, к примеру, кальций и фосфат. При необходимости вещества направляются в кровеносную систему. И, наконец, так называемая «смешная кость» костью не является. Это нерв внутри вашего локтя. При ударе по нему вы чувствуете острую боль. Плечевая кость, внутри которой расположен нерв, называется гумерус, что в английском языке созвучно со словом «юмористический». Но в боли, конечно, нет ничего смешного. Посмотрите на этого парня с оранжевой кожей. Он прохлаждался на Марсе всего минуту, а теперь выглядит так, будто использовал неправильный оттенок автозагара. Видите ли, каротиноиды, содержащиеся в моркове, батате, болгарском перце, помидорах и тыкве, защищают его от ультрафиолетовых лучей. Чем больше он ест, тем более оранжевым он становится. А что касается его устойчивости, то все дело в марсианской гравитации. Она заставляет нас по-другому воспринимать свой вес. И если вы хотите иметь серьезный вес на Марсе, вам нужно много есть. Например, если на Земле человек весит 68 килограммов, то на Марсе он ощущает себя всего на 25. Поэтому переедание может помочь сократить этот разрыв между гравитацией и весом. Совсем другое дело Меркурий. Днем здесь жарче, чем в Сахаре, а ночью холоднее, чем в замке Эльзы. Чтобы выжить здесь, нужно быть сделанным из металла с высокой температурой плавления. Но что касается нас, обычных людей, мы бы погибли в буквальном смысле. Несмотря на то, что Меркурий самая близкая к Солнцу планета, Венера самая горячая. Жизнь на Венере больше похожа на жизнь на злом близнеце Солнца. Температура здесь обычно колеблется в среднем около 460 градусов. Выжить при температуре кипения воды или в экстремальной жаре Венеры – сложная задача для большинства земных видов. Только избранные могут переносить жаркие температуры, остальные спешат в Старбакс, чтобы выпить латы со льдом с первыми лучами весеннего солнца. Ни один человек не сможет эволюционировать настолько, чтобы выжить на Венере. Единственные существа, которые могли бы там процветать, это вероятные тихоходки и те чудаки, которые мажут все острым соусом. Вам интересно, кто такие тихоходки? Ну, это очаровательные существа, которые обладают удивительной прочностью. Они могут выдержать кипящую воду, глубины морского желоба и холодную беспросветную пустоту космоса. Недавно тихоходки отправились в космос на борту космического корабля, который, к сожалению, потерпел крушение на Луне. Ученые предполагают, что тихоходки могли выжить после аварии. А вы бы хотели превратиться в это существо и жить на Венере? Мы закончили с земными планетами. Давайте перейдем к газовым гигантам. Посмотрите на этого парня с Сатурна. У него ласты, а не руки, и маленькие отверстия без внешних ушных раковин вместо обычных ушей. Большая часть этого газового гиганта холоднее, чем сердце вашего бывшего, так как температура на нем составляет около минус 140 градусов. По нему нельзя ходить, но можно превратиться в снежок или ледяной кристалл. На Юпитере дела обстоят примерно так же, так что, возможно, превращение в тюленя не такая уж плохая идея. По крайней мере, вы сможете жить там без арендной платы. Что же касается Нептуна и Урана, то у этих ледяных гигантов нет твердой поверхности. Видите, острококтистое существо. Таких часто показывают в фильмах, но их не существует. К тому же эти две планеты не очень-то гостеприимны к жизни. Лучше буду есть батат на Марсе. Спасибо. Боря бежит вдоль берега озера как можно быстрее. Он знает, что если остановится, то его жизнь в мгновение ока превратится в кошмар. Тысячи комаров вот-вот укусят его. Он еще не в курсе, что в конце концов все будет хорошо. Так что не бойся, Боря, и остановись. Комары медлительные. Они летают со скоростью чуть больше полутора километров в час. А бежать вечно невозможно. Итак, после пары часов бессмысленного бега Боря останавливается. Он вспотел, и его запах привлекает насекомых. Один маленький комар подлетает к нему. Он жужжит возле его уха, садится на потную шею и... Пусает. Насекомое прокалывает кожу специальным ротовым аппаратом, называемым хоботком. Через эту иглу комар начинает выкачивать кровь. Его слюна попадает в организм Боря и вызывает аллергическую реакцию. Точнее, эту реакцию запускает иммунная система. Она воспринимает слюну комара как нечто враждебное и посылает вместо укуса уникальное химическое вещество. Борьба между этим веществом и захватчиком вызывает аллергическую реакцию, покраснение, отек и, что хуже всего, зуд. Боря может чесаться несколько часов или даже дней. Все зависит от того, как его организм отреагирует на укус. Комар наполняется кровью Бори и улетает. Он делает это не ради удовольствия, а потому что ему нужно отложить яйца. Белок в крови необходим этим насекомым для размножения. Их яйца не способны расти без этого вещества. Да, почти все кусающие комары – самки. Самцы комаров предпочитают нектар растений и цветов. Итак, самка комара улетает от Бори. Она садится на берегу озера, где находится большая комариная база. Здесь эти насекомые откладывают яйца, пьют воду и прохлаждаются на солнце. Их здесь несколько сотен тысяч, и все они голодны. Самка комара приносит с собой запах пота Бори, который привлекает и остальных комаров. На земле насчитывается около трех с половиной тысяч видов этих насекомых. Некоторые из них любят запах сахара, духов или дезодоранта, а другим нравится запах грязных ног. Хм... Ваша привлекательность для комаров также зависит от того, что вы сегодня ели. Много конфет и шоколада? Отлично! Теперь комары чувствуют слабый сладкий запах, исходящий от вас. Вы ели чеснок и лук? Скорее всего, комары не захотят иметь с вами дело. И не только они. Так вот, запах пота Бори привлекает всех комаров на берегу. Они сходят с ума, взлетают и направляются к бедняге. Если вы гуляете у воды с наступлением вечера, если вы потный, в черной одежде и у вас кровь первой группы, то у вас есть все шансы быть укушенным комарами. И Боря отвечает всем критериям. Первые комары садятся Боре на ноги. Они кусают его и начинают высасывать кровь. Один крошечный комар может вытянуть капельку крови размером с половину рисового зернышка. Это совсем мало. Но несколько десятков таких укусов – это плохо. Боря отбивается от комаров руками, но насекомые продолжают атаковать. Они не могут пропустить такой вкусный обед. 10, 20, 50, 100 комаров! Они покрывают ноги Бори. Кожа опухает и краснеет. Боря чувствует жжение. Его иммунная система работает на 100%, пытаясь уменьшить ущерб и прогнать врагов. Но чем активнее работают защитные силы организма Бори, тем хуже он себя чувствует. Комары садятся на его руки и мокрую футболку, прилипшую к телу. Да, их ротовой аппарат может проколоть тонкий слой ткани. Боря пытается убежать. Он спотыкается о камень и падает. Некоторые насекомые заканчивают свой пир и улетают, чтобы рассказать друзьям о бесплатной еде. Комары со всего озера прилетают попробовать Борю. Двести комаров пьют его кровь. Триста, пятьсот, семьсот, девятьсот. И вот целая тысяча комаров укусила его. Вместе они выкачали небольшой стакан крови. Но самое страшное, что они продолжают его кусать. Их уже ничто не может остановить, хотя мы условились о тысяче укусов. Единственный шанс спастись – это вода. Боря, не обращая внимания на зуд, встает и бежит к берегу озера. Тем временем сто тысяч комаров уже укусили его. Извини, Боря, но мы должны развлекать публику. Не волнуйся, ты быстро поправишься. Он все ближе к воде. Комары летают перед его лицом, так что он не видит дороги. Но Боря продолжает бежать, размахивая руками. Вы наверняка знаете, что бывает, когда вы спите, и один комар влетает в комнату через окно. Всего один, но его писклявый звук так раздражает. А теперь представьте себе миллион комаров, издающих этот звук. Это похоже на саксофон, играющий высокие ноты. Извините, если вы саксофонист. Боря замедляется, он измотан, и его сердце бьется слишком быстро. Он больше не чувствует укусов и зуда. Его тело слабеет, но он все еще движется к озеру. Комары выпили у него количество крови, равное трем банкам газировки. Это уже серьезно. Боря испытывает жар и помутнение сознания. Его иммунная система не справляется. Боря больше не может бежать. Он еле идет. Каждый следующий шаг дается ему все труднее. Берег находится в нескольких метрах от него. Но это уже не имеет значения, так как у него нет сил двигаться. Поэтому он просто садится на траву, смирившись с ситуацией. Он потерял большую бутылку крови, а это очень много. Это, наверное, самая масштабная атака комаров на человека. И тут, в самый последний момент, приходит спасение. Рядом квакает лягушка. И еще одна. Несколько десятков прыгающих животных приближаются к берегу. Они выпускают свои языки, словно копья, и ловят комаров. Это дает Боре надежду. Он делает последние усилия, чтобы добраться до озера. Он прыгает. И да, какое облегчение. Холодная вода обволакивает его тело и снимает зуд и раздражение от укусов. Он отдыхает в воде, пока лягушки обедают комарами. Оставшиеся насекомые улетают. Боря выползает из озера. Он видит, как лягушки ловят комаров. И понимает, что эти надоедливые насекомые необходимы нашей планете. Лягушки живут благодаря этим крошечным монстрам. Кроме лягушек, есть много других животных, которые питаются комарами. Ящерицы, пауки, летучие мыши, птицы, черепахи. Это огромный список. Комары для них бесконечный источник пищи. Одна пара может отложить 200 яиц. Комары быстро развиваются, их жизнь коротка. Если все эти насекомые исчезнут, может начаться экологическая катастрофа. Целые виды животных исчезнут с лица земли. Лягушки, которые спасли Борю, перестанут существовать. Без лягушек популяции других насекомых, например, мух, начнет расти. Они смогут бесконтрольно размножаться. За этим последуют другие беды. Так что, Боря, не сердись на комаров. Это просто природа. Лучше реши проблему с зудом. Все его тело красное, покрытое маленькими бугорками. Он чешется, но это не помогает, а делает только хуже. Пока комариная слюна остается в его теле, и иммунная система борется с ней, Боря будет ощущать этот зуд. К счастью, существует множество масел и мазей, облегчающих эти ощущения. Но лучший способ избавиться от проблемы – не обращать на нее внимания. Боре просто нужно отвлечься. Тогда желание почесаться исчезнет. Боря пережил множество укусов без опасных последствий. Но некоторым людям может стать плохо из-за одного единственного комара. Это зависит от того, есть ли у человека аллергия. У одних будет небольшой зудящий бугорок, а у других – сильное воспаление. Да, Боре повезло, что он легко отделался. Лучший способ защитить себя – использовать спрей от насекомых. Теперь Боря опрыскивает себя этим веществом перед каждой пробежкой и не боится комаров. Но давайте рассмотрим другую ситуацию. Что если на него нападут огромные собаки? Я шучу. Расслабься, Боря.